Поехали. Очередной, неочередной камбэк. Хорошо я сказал, да? Не каждый так сможет. Защита Олехина. Все нормально, это атака на короля. Ага, окей. Приведи хотя бы коня Ашу. Позиционно Ж. Ж5, а как же конь после этого? Конь потом на Е4 садил. Ну либо надо на Д5 сыграть с двойкой. Мне кажется, что стоит сыграть Х6. С идеей конь Х7. Я бы привел коня Ашу. Короче, Е5. А, ну надоют в Ж5 без коня Х7 сыграть. Это, по-моему, победа. Е5. Сейчас мы все взорваем и выиграем. Е5, Д4. Е, ДЦ. Там еще у черных будет неплохая позиция. Да, вообще черных, по-моему, отлично. Отлично. Заграли дебют в этой парте. Видимо, уже равно плюс. Не, серьезно, на самом деле, что... Ну это не камбэк, надо... Ну да, да. Сейчас мы короля на Ж7 переведем. Для камбэка самое важное, это король безопасности наш. Вот, мы приступаем. Ребят, ну вы не сыграли ни одного камбэка в своей Ж6. Но кого вы учите? Так, твое дело не создавать его, а желать оттуда. Вот, видите, атака пошла. Вообще, это противоречит моему последнему постулату. Не, ну, по-моему, сейчас черные выиграют без камбэков, действительно. Это как-то странно. Ну, как дай, там, слон уже 300. Ну да, да, сейчас я как-нибудь подпорчик возлются. Как его? А что, грамотно? Сейчас перс d4 и персад. Ну все, соперник в панике. Видите, конечно, если конь е2 пойдет, то, видимо, будет беда. Это просто после перси 1 сдаться, может быть, типа. Ну что, мы будем собирать? Конечно, скучновато. Конечно, будем. Видимо, придется. Так это комбинация была. Какая комбинация? Конь е2, мы сдались. Ладно, ладно, наверное, сейчас к вам куда-нибудь нанесу. Теперь можно проигнорировать все эти угрозы. Лазия е3. Ладия е3. Ладия е3, хорошо. Потому что, смотрите, ну, как-то не солидно, если я буду один ходы предлагать и их исполнять. Надо все-таки... Командная работа нужна. Если напарник предлагает глупый зимок в один ход, то надо его исполнить. Ну, мне кажется, он реально как-то... Ну, я не ожидал, наверное, такого напора. Ну, все, какая атака-то пошла. Сейчас слон д7, ладия же 8, и все, и привет. Сейчас конь е4 и выиграем. Не-не-не, ну, не надо, не надо. Соперники хорошо играют. Две слон д5 и ладия же 8. Лон f5. Да, неплохая идея. По-моему, мы немножко перегинаем. Не, в самый раз. Да не, конь на е5 директора. Сейчас он найдет, уведет коня и получит тактику какую-нибудь. Черзош 1 или конь же 4 в разном порядке. Не-не, тут все в порядке. Сейчас, ну, реально, белым нечем ходить. Конь привязан. Ну, почти, я согласен. Не, кстати, как белым... Вот посмотрите на эту позицию серьезно. Как белым выигрывать сейчас? Я же тебе говорю, у нас все фигуры активные. Что, конь же 4 мы играем или как? Да нет. Либо персаж 1 сразу. Да нет, там слон на е5. Хотя королевые... Ну и конь же 4, потом ладия против двух фигур. Ну, это опять получается, что слон их 5 это не конбэк, а комбинация. Да у нас уже фигуры. Я подумал, как так-то? То есть, ты же за шаги, слон же 1, конь же 4, на е3, за 2. Это, в принципе, у черных нормальная позиция. Так, это не получится вечного шаха? Взяли, слон же 1, конь же 4, королев 3, конь аж 2. Королев 4 мат, королев 2 назад. А, король е4 есть ход, это обидно. Ну тогда ладья е8 без коня. Ладно, мы берем ладью. Сейчас мы дадим мат в пару ходов. Ну да, да, ну не ферзь b2 же играть. Ну вот у меня рука не поднимается, сделать ход ферзь b2. Даже мышка не поднимается. Задумался он. Походу флаг сродил. Добавь ему минуту. Разумеется. Теперь идеи, как мы должны тут выиграть. Не, ну здесь, не знаю, позиция шайз как-то, не знаю, или это очень... Самое главное, напасть на мат в один ход в комбетах. Это, ну, важнее только короля своего спрятать. Ну пока что мата нету в один ход. Что-то обидно. Я же, ты поворот. Ладно, дальше шах. Видите, игра обостряется, кстати. Да, ну что дальше, что дальше, ребята, что дальше. Ферзь f5 просто, наверное. Да, ферзь f5. А если мы сейчас начнём шахи, давай, как же мы будем играть-то? Ну ты мог вперёд пойти к королём на g5. Ну мы так и сделали. Надо сначала изогнуться, да? Потому что там будет шах на f4. Какой шах на f4? Ферзь g6? После размена шах на f4. А ёбреста. Ну уже без вариантов. Ну да, уже без вариантов. Ну, он даст мат, да? Ладно, играем ферзь g6. Вот, видите, всё сработало. Всё по плану. Да, только у нас 10 секунд. Это мелочь. Ферзь c2. А, один, конечно, гениальный. Мы должны всё разменять за это время. Шансов не очень много. Ну да. Забирай на c3. Отлично. Это шанс. Король. Это чалька. Ну как бы на c3 успеть забрать, то есть... Не судьба. Но это был хороший камбэк. Это был камбэк в лучших традициях пьяного кирилла. Мы продолжим в следующей парте. Продолжается, продолжается камбэк. Какой делаем первый ход, Вася? Тут надо быстрее. Быстрее? Ну давай, c3. Ну хорошо, c3 с следующим ходом, правильно? Или е4? Или слон h3? Нет, это слон h3, слон h3. О, слон h3 хорошо. Слон h3, да. И b3 ходи, и слон a3. А, а как же мы отдадим лади? В принципе, пока выглядит очень красиво. Нет. Эх4? Эх4, мне кажется, стоит. Эх4. Это гамбит, да? Потом он на g3 и на h2 возьмёт, согласен. Да, да, пусть а есть там всё полностью. Согласен. То есть, на забранный конь f3, но он е4 пойдёт. Не, 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 ну возьмёт. Возьмёт, посмотрим, какое у нас развитие бешеное получалось. И потом конь f3. Конечно, конечно. И осталось тратить е4, ферзь е2 и 3-0, и партия закончится. На нашем поражении. Да не, ну там слишком много открытых линий у нас будет. Да блин, е4 это же на h3 подвисает. Ну и что? Размен. Без ровмена не бывает камбэка. Знаете, знаете, неизбежное зло. Размен это неизбежное зло. Что-то ещё не хватает. Надо что-то ещё отдать. Ой-ой-ой. Ротировка на конь d5. Да, конь d7. Кстати, ну там конь d7, правда, да. Да пофиг, ротировка и забираем... Ладно, хорошо. Против такого аргумента не поспоришь. Я согласен. Очень быстро обосновал. Ну всё же забираем и мотуем. Как? Как? Кем? Ладя f1, ладя f6, конь d5 после конь d7. Что мы делаем? Ладя f1, ладя f6? Мы запущим нас священ везде. Не, вот этот ход надо включить обязательно. Ну ладно, как хочешь. Машистеря камбэка всегда включает такой ход. Еф, ладя f6, конь d5. Да, да. Там у нас немножко... Всех ладей, все ладей заберут после h1. В какой-то момент. Да, ну я сам куда-то ушел, типа, не по диагонали h5 d1, чтобы не было на ладя f6. А как вам такой план? Ферзь ушел и конь e4. Висит ферзь, обратите внимание. А ладя f5? Ладя f5, ферзь d1, да? Там у нас не будет ничего дальше? Да, я об этом говорил. Надо обидеть на b7. Я говорю, что он ферзь d1 будет угрожать. Бей уже на b7. Ладно, ладно. О, тут хорошее, я больше ладя b8 опасался. Ну и либо ферзь c7, либо конь e4. Куть b5 еще будет хорошее? Ну, наверное, не туда, да? Потому что король на x5 спрячется где-то. Ну, конь, бери какую-нибудь спешку. А может быть тихий ход? Ладя f1, да? Ты что, смотришь? Мне кажется, это же кажется. Это лубарь из-под боя. И тут же он идея, что он не сел на d1. Вообще отвратительный ход, потому что он успеет рахировать. Сегодня не наш день, Вася. Да нормально, он не будет за рахировку. Посмотрим. Ну там аж один, блин, будет, конечно. Нормально, нормально. Кунь j3, Кунь f5. Всеми в атаку, потом слон b2. У нас новое, новый... Хлопкет на e4, и я аж... А, ты хочешь перзить или нет? Да, конечно. Конечно. Все так. Я все равно не могу никак подобрать момент, чтобы слон d6 сыграть. Хе-хе-хе. Слон просто лишний. Смотри, как вы... О, вот это ход. Неужели здесь ничего нет? Не может быть, чтобы не было. Слон d6, фикс b7, Кунь f6. Взяли, ладья e7. Ладья d7. Погнали, ладно. Так, что это? Я чувствовал, что со мной пора уходить. Смотри. Чуть-чуть. Самое малость. Вообще, вообще не работает. Ты нормально же это? Ты нормально забираешься, в котором забираешь тридцать. В худшем случае... В Кунь f6, и мы загнулись. Это в худшем случае, в лучшем и во всех остальных. Я на конь f6, по 2-7 играю. Не-не. Не, ладья... С по 2-7, тогда как раз, надо ладья, придется ладья брать. Здесь уже долго. Здесь, что упал, здесь. Можно сыграть ладья d7 сыграть? Ну, туда cd. Эээ, ну, забрать ладья. А, на ладья c7 у нас почти компенсация. Ладно, ладно, почти компенсация, это почти компенсация с другой стороны. Вы согласны? Так, ну, пожалуйста. Теперь мы гражем ладью нашу, мы сейчас сбить. Да, сейчас он зевнет ладью сейчас. Зевнет ладью. Так у нас и так пешек, дофига. У нас отличная компенсация. Пешек, правда, вообще-то. Ну, у него все проходные трех, ребят. С4, С5. А, он же 5. А, он не Ж5, не спает. Ладно, ладно. Хорошо, согласен. Победа. На Ж5 играю ладья c7. Это почти победа, если не считать того, что у нас совсем плохо. Ладья вперед. А, да, а ладья назад после этого? Ладья ладья 1. Ладья 1 другое дело. Нет, я имел ввиду, я имел ввиду сначала ладья B8, ладья D8, потом ладья 1. Ладно. Ладно, нам нужна ладья, нам нужна ладья. Да, ладья. Ладья нужна вот здесь, на А4. Соспешка H2 превратилась в козырь. Ладья висит. Забил? А, нет, не забирай. Ах, да, забирай. Нет, не забирай. Да, определитесь уже, ребята. Короче, забирай, забирай на А2. Да, да, вот такой план и есть. В общем, наш комбайк скатился в рубку флага. Но фигзар он пожертвовал красиво. ВС4. Немножко... Ой. Немножко бездарно, да. Но это было красиво. Повторение. Ничья коин-д-2, ничья. Ладно, ладно, не хоть повторения. Он сам не надо, он сам не захотел повторений. Теперь мы выиграем. Нас король пройдет в ферзи. Король же 5 почти выигрывал. Ладно, флагорубцы во всей красе. Вот обидно, да, когда одну фигуру взять и будет ничья, но не судьба. Ты просто очень ценищен, не кидаешь. Ладно. О, опять смешной. Мы снова играем со смешным. И какой первый ход? Только надо быстрее придумать. Ну так любой дело, причем нужно. Горо 6. Опять или какая идея? Ц5? Вы на шестую ставили, все пески на шестую. Да вроде да. Или нет, я не знаю. Хорошо. Давайте голосование. Какая пешка должна встать на шестую и последней? А! А потом все фигуры на седьмую передвигай. Ну, то есть постепенно захватываем пространство. Согласен, неплохая идея. С какой начнем? Сладей. Нет, нет, фианкета. Мы же солидные позиционные шахматисты, все. В общем, люди приступают к избиению нас, по-моему. Блин, а почему он такой резкий? Мог бы подрождать, в принципе. Ну ладно, ничего страшного. В конце концов, ну как разница. Ну поставим по седьмой. Только надо ферк-ц7 перед какой-нибудь d7. Ой. Что делать? Конь f5. Конь f5. Ну, как-то мы далеко выскакиваем. Под g4. Ладно. Ладно. Я согласен. Это жертва фигура за мощный песочный кулак на фланге. g4, конь d4. Конь d4, dE. Как вам идея? Прекрасно. Видите? По-моему, он заберет на d6. А, или на f5. Ну, не каймур, что на 6 заберет, наверное. Нет, тут все защищено. Не, вот. Ну что за ход c3? Ну как так? Ладно. Ладж 7. Не, не, надо взять и d5 пойти. Держ 7. А ладж 7, а ладж 4. Не, ну просто ладж 7 продолжаем на седьмой ряд. Да, да, просто он вот эту пешку заберет. А мы уже нарушили свой кодекс. Честь, честь. Король f8, конь d6, что лучше? Похожи, не заберутся. Не понимаю. Давайте заберем. Ну, видимо, он фигуру зернул, я так думаю. И сейчас он это понял. Нет, он ничего не понял. Ну, кстати, f5, настолько хорошая позиция белая, что, видимо, тут... Как бы вам сказать помягче. Ну, ходи, как-то, короче, 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 с вами не надо. Ладно, рокировка. Партия без рокировки, это не солидно. О, он сразу решил затупить свою позицию. Кардинально. А, конь d6. А, конь d6. А конь d6 хорошая идея, но, наверное, надо ставить на будущее, я согласен. Ну, вообще уже выиграно, надо снова портить позицию, видимо. Надо пойти на рекорд. Максимальное количество камбэков за одну партию. Это, наверное, почти проигрывает, поэтому я так и сыграл. Ну, на 6 должно быть больно, да? Ну, немножко. Ну, хотел... А, нету, блин. Конь d7 нету, сон... А, сон же 7, и что там, на 7... Он, сволочь 7 хочет. Бери на g6. Он хочет слон аж 7. Эээ... Он хочет конь d6, где-то. Ну, слон же 7, пони... Чё, чё так много... Почему у нас так много материала висит? Так нечестно. Сыграй слон же 4. Слон же 4. Отмечения. Ладно, ну, что это выглядит настолько тупо, что я просто обязан его сделать. Чё, нормально? Ну, тут же 4 слона, а 6. Да, ну, там... Просто этого могут проблемы возникнуть. Где? Да, не знаю. На любом поле. У нас всё по-чёрному. Какой направление? Ну, хорошо, конь d5. Ём... Что такое? А, королём... Ну, вот, задача. Не прошёл план. Мат в один ход. Где мат? Всё нормально. На живосем. На живосем мат любой фигурой. А, у меня глюки. Прошу прощения. Да, там презент 5. Вот это больно. Нормально, король z7. Ладно. Ладно. Бери им коня. Единственный легальный ход, вообще-то. Бери слона. Не, здесь ещё... Ладья f7, я думаю, сильнее. Да, пожалуй. Ну, пожалуй, большей разницы нет. Просто... А, ладья... Ладья a7. Какой ход a6 оказался? Какой ход? Ладья f1, ладья a7. А, феркзер f6 будет, да? Феркзер f6, да, немножко выигрывает. Ну, ладно. Ну, да, ладья a7. Тут е6. Не было у него пешки, сейчас всё было бы хорошо, но всё плохо. Какая досада. Ходи слон же... А, слон же 7 нету, ой, беда. Слон е3 ходи, потом конь же 5. Контратака, я согласен. Просто пытаюсь сохранить все фигуры, что есть. Ну, да, это вряд ли возможно. Да, поставили, да? Чёрт. Так, это... Печально. Зато мы всё развили, посмотрите. Беда в том, что нам мат. Ну да, заканчивается развитие на 31 ход 8. Ой, как больно. Почему просто е8 не сыграл, как вы думаете? СТ, скорее всего. СТ, наш соперник СТ. Это демон...